Всем привет, с вами Робот Лев, и сегодня я начинаю проходить игру в Far Cry, первую часть. Давайте начнем. Я уже ее проходил несколько раз, игра просто отличная, давайте на сложную. Так. Да, продолжить. Смотрим ролик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И здесь ему явно не рады. Вот он лежит в какой-то дыре. Так, вот нам дали управление. А, еще забыл сказать, кто не знает, игра вышла в 2004 году, то есть это прошло уже 9 лет. Игра очень старая. Не сказать, что прям очень. Ну да, очень. Так, нужно выбираться отсюда. Как же ты прав. Походу я здесь не первый. Так, идем. Так. Похоже, я не настроил управление немного. Сейчас быстро сделаю решать. Оп. Ну вот, вы можете увидеть, какая графика в 2004 году. Неплохо, да? Идем дальше. Китайцы или японцы? Китайцы или японцы? Так. Слышь тупица, смотри в оба и ищи придурков красногавайской рубаке. Кто придурок-то? Зови меня, ясно выражаю. Есть, есть, сэр. Свободен. Так, сейчас нам нужно будет пробежать. Пишем, 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 пишем. В левом лишнем углу вы видите такие две полоски поднялись немного. Это датчик обнаружения. Хорошо нас видят или нет? Прием. Ты меня слышишь? Если слышишь, то возьми рацию. Я знаю, что ты там. Я засек тебя, как только ты прибыл вместе с Вэл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня, Тойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебя не сдал. В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе, не уходил, но у тебя мало времени. Тут есть проход ведущего небольшого. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. Итак, наш главный герой, Джек Карвер. Капитан яхты. Вроде бы. Ну, или не капитан, не знаю. Так, этот бронежилет я пока не возьму. Потому что... Я возьму его потом. Второго... Рядом не будет. Так. Окей. Вот вы видите всю графику. Да, а еще так же в этой игре присутствует стелс. То есть можно прятаться где-нибудь. Например, здесь. Не высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. Так, там мужик ходит. В таких кустах очень эффективно прятаться. Просто заходите в куст и ложитесь. Так. У нас пистолета будет трудно попасть. Но я попробую. Вот. Он меня даже не видит. Тебил. Так, вот он опасный. Он с автоматом. Ну и вроде все. И здесь было вроде бы три. Хотя может быть четыре. Так, тогда не надо. Патрончики для пистолета. О, автомат. Круто. Я пока на пистолете переключусь. Потому что патроны клеток для автомата. Что здесь происходит? А, черт. Так можно было скосить. Вообще разве челси грыль шутер. Абсолютно. Так. Патроны для автомата. Давайте посмотрим, что здесь. Что, запрыгнуть не можешь, что ли? Сорвись. Птичка, всякая фигня. В этом состоянии лежит током отчета. Довольно бесполезная рожа. Так как оно ближайший уголь. Но патронов здесь всегда хватает. Ну и вот и бронежилет. Если бы мы его взяли с самого начала, у нас бы сейчас было бы половину бронежилета, а не полностью. Так как аптечек здесь много. Да, если кто не понял, то когда вас стреляют, то сначала тратится броня, а потом здоровье. Но когда вы падаете, тратится сразу здоровье. Так, давайте побежим. Вот сейчас. Обучите каждый метр этого острова. Давайте разберемся, какого здесь творится. Будет сделано. Да, после того, как мы обнаружили противника, он показывается у нас на радаре. Есть один, вот. Но его, в принципе, даже можно и не трогать. Если просто пройти вот туда, то можно и пропустить его. Руки. Руки. И так, я думаю, это была пилотная серия. Потом продолжим именно с этого места. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok